Доброго всем! Сегодня мы продолжим тему сварки-заварки ГБЦ. Эта тема вызвала широкий интерес и полярное мнение о том, нужно ли варить ГБЦ, насколько это целесообразно, каков ресурс варенных головок и многое другое. Однако одно мы можем сказать, что если есть спрос на данный вид работы, и сварщики ежедневно пашут, то это значит кому-то нужно. А спрос есть всегда. Вот я покажу сегодняшнее утро нашего сварщика. Это вот к нему в начале смены принесли на сварку механики и клиенты свои ГБЦ. Как видим здесь стоит 8 головок разных авто. Финал от автомобиля Форд, у этой головки как правило, когда перескакивает цепь, то клапана не гнутся, а разрывает сам пенал. Ссылку на видео о том, как мы восстанавливаем пенал, будет в описании. Кому будет интересно, смотрите. Также мы видим здесь блок цилиндров и плюс ко всему прочему всякие иные агрегаты и детали из алюминия. А сегодня мы подробно расскажем вам о правильной именно подготовке к заварке, но и саму заварку тоже. В комментариях некоторые пользователи ютуба очень негативно отнеслись к этой процедуре и говорят, что рассчитано это на клиентах, чтобы содрать больше денег. Наверное у них это получается заварить без подготовки. Хотелось бы посмотреть на это. В общем сварные оставляйте свои комментарии по этому поводу, что вы можете сказать. А мы же делаем основной упор на подготовку и считаем, что процентов 70-80 удачной сварки это подготовка. Теперь передаем слово нашему сварщику Андрею. В работу пришла головка автомобиля Мерседес 2.7 CDI. Эта голова была у меня в моей работе в 2013 году. Вот стоит мою клеймо. В 2013 году варился. Был отрыв форсунки. Здесь груша форсунки оторвалась от носика. Вырезали все это место и заново заваривали. Вот он в каком виде. Сейчас это рабочий цилиндр. Значит, следующее. Варился пятый цилиндр. Вот эта вот кольцевая трещина, которая переходит от впускного клапана на выпускной. Там по коллекторам эта трещина есть. Вот сейчас она на сегодняшний день живая. Значит, головка пришла в работу с проблемой о том, что на четвертом цилиндре была трещина между седлом, между выпускным и впускным седлом. Вот здесь. Вот эту трещину видно показано. Вырезали на станке. Эта трещина вырезана на станке. И попутно у этой головки пошли трещины от свечи накала на седло. Эти трещины чреваты тем, что газ перепускается через свечку. Компрессия уходит на свечку. Вот четыре цилиндра. Пятый, четвертый, третий и второй. Первый цилиндр живой. Вот мы будем сейчас все это вырезать и будем все это останавливать. Машина прошла 7 лет. 7 с лишним лет. 7 с половиной лет. Будем делать. Будем работать. Сейчас проведем подготовку. Как будет готова к сварке, я вам... Ну, процесс подготовки я вам тоже покажу. Как она будет готова к сварке, я покажу сварку. Эти трещины вырезать долго и нудно. И для того, чтобы поберечь свое здоровье, свои собственные руки, мы вырезаем это болгаркой. Небольшой диск. Порядка половины диска на маленькой болгарке. И мы их сейчас вырежем и дальше она идет на разделку. Вот мы вырезали эти трещины, которые максимально разорвали цилиндр. Сейчас мы удалим седла. И после этого будем ее мыть, отправим на мойку, на подготовку ее к сварке. Вот так удаляются седла. Самым простым дедовским способом. Сейчас мы ее отправим на моечку, а после моечки будем еще раз делочку делать. Головочку моем щеточкой зубной, как в армии внаряденной. Надо, чтобы было чистенько, надо было, чтобы было красивенько. Вот вам сварочный процесс. А вы у меня спрашиваете, почему так долго головка варится? Потому как ее надо привести в порядок, почистить, помыть и только тогда варить. Потому как самому приятно работать с чистой головкой. Хозяева и механики не хотят ни хрена делать, но мы им выставим счет за мойку. Какие звуки издает сварной, когда моет головку, мы опустим за кадром. А сейчас приступим к разделке головки. Используем зубильцы. Эта зубила была исполнена из победитовой разверточки. И просто мы ее перетачили и выполняли маленькая зубильца. Вот, пожалуйста. Что такое молоток, вы знаете. Предварительно была разрезка трещины на фрезерном станке. Вот ее разрезали, вот эту трещину. Вот эти трещинки мы вырезали болгарочкой. Но сейчас сам процесс разделки. Вот мы вскрыли проблемную трещину до водяной рубашки. Это обусловлено тем, что это есть гарантия того, что мы ее заварим. Сейчас немножечко мы ее доведем до ума. И тогда проявим горелочкой, трещина пошла ниже или нет. Если трещина ниже не пошла, просто чистим, приводим в порядок. И она готова под сварку. В дальнейшем используем обычную дрель и фрезы. Их называют шарошки, боры, как угодно. Звучит пыль, пыль. Звучит пыль. Высчет пыль. Вдох. Дождем. Учат пыль. Тихот пыль. Ленинг. Учат пыль. Учат пыль. Смотрите пыль. ну сейчас берем горелочку ставим небольшой ток небольшой ток это 70 75 ампер и другой пытаемся поводить по трещине если там будет трещина то она проявится как на рисках карандашиком нарисовано вот смотрим что мы имеем вот сейчас мы четко видим о том что трещина не пошла глубже явного это не видно ну а дальше мы продолжаем зачистку этой проблемой вот сейчас мы ее разделаем более основательно эту трещину разделаем дальше трещины вот эти свечки для этого мы используем коносообразный бор фреску заряжаем ее в дрель и обрабатываем края этой рубашки водяной от окислов от всего мусора который есть теперь видно мы произвели зачистку внутри рубашки что если будет провар провар корешка он будет более глубокий потому как там чистка чистая плоскость там будет все сварено сейчас делаем разделку трещин по свечкам мы приняли решение о том что сэкономить немножко денег клиенту на чем сэкономить на вот эти сюда седла если по нормальному то их нужно вырезать болгаркой и заварить последствии это пойдет сварка расточка под седло и сама болванка седла установка болванки значит на чем мы экономим мы эти седла сейчас оставляем мы не режем болгаркой потому как здесь трещины и не критичные они мы попытаемся только их схватить мы попытаемся схватить эти трещинки потому как эти трещины глубоко не опускаются впоследствии в последствии обработки эти немножечко на координатном станке расточиться эти седла удаляться и на это место будут установлены новые седла седла новые будут установлены они будут заменены потому как они в данной ситуации они немножко подгорят просто мы уходим на расточки на более глобальные расточки цилиндра как удаляются трещины зубильцы при помощи самого простого инструмента у нас на вот так что мы заменим на щёточку опять же дрель и щетка щёточку кисточку заменили на тарелочку значит подготовку мы провели механическую обработку головка чистая головка готова под сварку самый последний этап в этом в этой процедуре это обработка ацетоном обязательно производится обработка ацетоном для удаления влаги и оставшуюся головка готова под сварку сейчас прогреется печка до нужной температуры как только печь будет готова мы садим ее в печечку греем и после прогрева выполняем сварку головка подогрелась берем ее с печечки 157 головка ну здесь 101 103 вот это температура головки сейчас первую варим шейку трещину между судья первая варим шейку красоты 1-2 метра но здесь есть 6-3 метра 2-3 метра 3-2 метра 2-3 метра 4-3 метра 4-3 метра 5-3 метра 6-4 метра Далее проводим стандартную усадку. Далее проводим материалы ковкой и приступаем к заварке трещин, которые проходят через свечи. Чтобы не испортить посадочные места сюделоклапанов, в гнезд доставим старые ненужные клапаны и приступаем к заварке. Вновь процесс ковки. Вот готовое зелень. Сварка у нас заняла порядка 20 минут, 22 минуты. Сварка всего. Подготовка всех-всех-всех процедур обошлась нам ровно в 2,5 часа, кроме сварки. Ну, вот сейчас мы ее поварили, а сейчас мы ее для стабилизации процессов, нормализации всех процессов, мы вложим ее в печку для остывания. Изделие готово. Будьте здоровы. Обращайтесь на высоту. Будьте здоровы. Продолжение следует...